Здравствуйте! В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. 25 сентября наш регион отметил важную и памятную дату – 75 лет со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Именно здесь, на многострадальной смоленской земле был остановлен победоносный марш фашистской Германии и сорван гитлеровский план молниеносного захвата Москвы. Смоляне мужественно сражались с захватчиками. Соловьёва переправа стала ярким примером жертвенного служения Отечеству бойцов и командиров Красной армии. В ожесточённых боях под Ельней родилась Советская гвардия, а в ходе Вяземской воздушно-десантной операции были освобождены свыше 200 населённых пунктов. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Люди искренне и от души идут на курган и возлагают цветы. Десногорцы почтили память героев. Руководители подразделений города отчитались о проделанной работе. Как обезопасить себя от кражи велосипеда? Ничто не должно быть забыто, и всегда мы должны помнить о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Десногорск отметил день освобождения Смоленщины. А теперь об этих и других новостях подробнее. 1943 год стал переломным в войне с машиной вермахта. Именно в это время Смоленщина служила основным оборонительным рубежом. Два месяца продолжалась смоленская наступательная операция. Советские солдаты, не жалея жизни, гнали оккупантов с родной земли. 25 сентября наш регион отмечает самую важную дату – день освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В Десногорске в этот день также прошли памятные мероприятия. 75-ю годовщину Десногорцы встретили, как и всегда, на Кургане Славы. Вот уже много лет в этот великий для смолян день на мемориале проводятся митинги. В память о защитниках Отечества, отдавших свои жизни ради мира и спокойствия, и захороненных на нашем поле памяти бойцов Красной Армии, настоятель храма всех скорбящих радость, протеерей Виталий Сладков, провел заупокойную литью. И плац замер в минуте молчания. 24 сентября к восьми могилам бойцов, останки которых найдены и подняты в ходе работы Десногорских поисковых отрядов, добавилась еще одна. В ней нашли упокоение 204 красноармейца. Почтить память героев и возложить цветы на поле памяти и к братской могиле рядового Комарова Иосифа Сергеевича и троих неизвестных солдат пришли представители администрации Смоленской атомной электростанции, предприятий и организаций города, учебных учреждений. Люди искренне и от души идут на курган и возлагают цветы, потому что сколько мы будем жить, мы должны об этом помнить. Должны помнить наши дети, наши внуки, мы должны хранить это и передавать из поколения в поколение. Я считаю, что каждый человек, который живет на Смоленске, должен отдать честь и дань памяти тем, кто погиб в этой тяжелой и трудной войне. Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат. По официальным данным, до сих пор не захоронены останки более миллиона человек. И есть разница между словами убит и пропал без вести. Каждая семья до сих пор надеется узнать судьбу своего героя. 75 лет прошло с тех пор, как фашистский сапог последний раз топтал Смоленскую землю. Почти в каждой русской семье есть погибший защитник Родины. Мы всегда будем чтить и помнить подвиг героев. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Деснат-ТВ. А в Смоленске 25 сентября на Центральной площади Ленина более 400 школьников устроили флешмоб, посвященный 75-летию освобождения Смоленщины. Дети выстроились в символ Красной Армии, пятиконечную красную звезду. Завершение ремонтных работ на теплосетях, начало отопительного сезона, уровень безработицы, культурные мероприятия в городе на текущей неделе – эти и другие вопросы обсуждались на плановом оперативном совещании в администрации Десногорска. Подробности далее. Совещание проводил исполняющий обязанности главы Александр Новиков. Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. К финальной стадии подошли ремонтные работы на тепловых сетях третьего микрорайона. В связи с резким похолоданием в дошкольных и образовательных учреждениях, отопление будет включено 26 сентября. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королёва, рассказала о мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. 28 числа, пятницу в 16.00 в Центре культуры и молодежной политики во втором здании 6-го микрорайона состоится Росатом вместе с Нагорск с молодёжью. Флэшмоб. И в 18.00 в Центре культуры и молодежной политики в 1-й микрорайон мы приглашаем горожан и гостей города на 5-й городской фестиваль творчества пожилых людей «Дешёвый вечный номер». Вход свободен. На этой неделе в школах города состоится ряд мероприятий в рамках проекта «Слава Созидателям». 27 сентября в 13.00 встреча с героями видеороликов состоится на базе средней школы номер 3. И 28 сентября в 15.00 встреча пройдёт на базе средней школы номер 4. 28 сентября с 10 до 10.30 будет проводиться проверка системы оповещения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,64%. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Десна ТВ Тёплое время года – это пора не только отпусков, но и краж велосипедов, число которых в этот период времени традиционно возрастает на 50%. Сколько похищено двухколёсных транспортных средств у десногорцев в этом году, выясняла наша съёмочная группа. В 2018 году зафиксировано 8 случаев хищения велосипедов. Из них раскрыто 4 преступления. Минувшие выходные сразу два велосипеда были украдены в 45-м доме 4-го микрорайона. 12-летний Иван Ершов рассказал нам, что использовал велосипед для посещения репетитора. И сейчас ему некомфортно пешком ходить на занятия в другой конец города. Это отнимает много времени. Он просто пришёл со школы, хотел с мамой идти в магазин. Уже переоделись, хотели уходить. И тут я замечаю, что велосипеда нет. Я немного расстроился. Пошли домой, взяли все документы и пошли в полицию. Они всё выслушали, объяснили, рассказали. И я доволен, как работает десногорская полиция. По словам стражей правопорядка, зачастую воры – это люди низших социальных слоёв, ранее судимые и имеющие проблемы с алкоголем. Они стараются сбыть похищенный транспорт в первые же дни за небольшие деньги и купить себе спиртное. Также в этом году были зафиксированы случаи, когда дети брали чужой велосипед просто покататься и не возвращали его, не понимая всей серьёзности и ответственности своих действий. Полицейские напоминают, чтобы не лишиться велосипеда, нужно соблюдать простые правила. Хочу обратиться к жителям города Десногорска с просьбой относиться бережно к своему имуществу, в том числе к велосипедам. Желательно хранить велосипеды по месту жительства в квартире, либо принимать меры, препятствующие хищению данных велосипедов, то есть пристёгивать велосипеды к поручням, лестницам, не оставлять свои велосипеды без присмотра на улицах, возле магазинов, библиотек, дворца молодёжи. Часто стоят велосипеды, которые находятся без присмотра, ни к чему не пристёгнуты, что может привести к хищению данных велосипедов, к хищению имущества граждан. Также рекомендуется сохранять технический паспорт на велосипед и чек, свидетельствующий о покупке. По возможности сделайте фотографию транспортного средства. Это окажет большую помощь в розыске, если велосипед похитят. Если вы всё же стали жертвой злоумышленника, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в органы внутренних дел. Своевременное сообщение о краже поможет полицейским раскрыть преступление по горячим следам. «Родная сердцу Смоленская земля» – под таким названием прошло выступление десногорских коллективов на городской летней эстраде. Мероприятие было организовано в знак памяти и признательности всем павшим и пропавшим без вести воинам, которые сражались за освобождение Смоленщины. Подробности далее. Концерт был организован в центре города для того, чтобы как можно больше зрителей могли услышать трогательные песни военных лет и проникнуться переживаниями наших предков. Десногорцы очень трепетно относятся к этому празднику и считают своим священным долгом помнить о роковых днях войны и рассказывать о них своим детям. Я думаю, важно, конечно, помнить, потому что нельзя забывать тех подвигов, которые совершили наши родственники. Все в этом участвовали, все пострадали, вот и моя бабушка тоже. Знаю, что здесь были тяжелые очень бои. Погибло очень много людей, но освободили, слава богу. Это очень важно, потому что ничто не должно быть забыто, и всегда мы должны помнить о том подвиге, который совершили наши деды, прадеды. Забывать о подвиге наших предков не то чтобы непростительно, это даже недопустимо, и обязательно нужно праздновать такие праздники. В этот вечер холодная и дождливая погода передавала атмосферу дней полных мужества и отчаянной борьбы за освобождение Смоленщины от натиска немецких войск. Задача молодого поколения – быть достойными потомками наших великих дедов и прадедов, делать все необходимое для того, чтобы наша страна оставалась единой, крепкой, сильной и независимой. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. 18 сентября Комитет солдатских матерей при поддержке администрации города организовал урок мужества для воспитанников детского сада «Мишутка» о важности военно-патриотического воспитания юного поколения в сюжете Виталия Волкова. Начала урок главный воспитатель детского сада Нина Эльмастовенко. В ходе тематической беседы, которая сопровождалась электронной презентацией, педагог провела для детей исторический экскурс в одну из самых крупнейших битв за всю историю человечества. Дети с огромным интересом слушали рассказы и рассматривали фотографии времен Великой Отечественной войны. Урок мужества для дошкольников провели люди с настоящим военным прошлым, которые являются ярким примером для подражания. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеев, капитан-лейтенант военно-морского флота СССР Геннадий Авдюшин, командир гранометно-пулеметного взвода в Афганистане Василий Шарабоков. Они постарались расширить представление дошкольников о мужестве, героизме и любви к родине. Я хотел бы стать минометчиком, который управляет Катюшей. Я мечтаю доктором военным, чтобы все были здоровые. Я мечтаю стать военным, сильным и здоровенным, чтобы врагов всех победить, маму с папой защитить. В знак благодарности дети выступили перед ветеранами с песнями военных лет, стихами и хореографическими номерами. Формирование чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своего народа, готовности к защите своей родины – важнейший этап становления здоровой личности. Мы всегда должны помнить, что от того, как мы будем решать задачи гражданско-патриотического воспитания, во многом зависит будущее нашей страны. И коротко о погоде. 27 сентября в Десногорске ожидается переменная облачность, дождь – днем плюс 14, ночью – плюс 6. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.defis.tv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова